Все, мы в эфире. Мы в эфире уже. Это программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько, а она против меня. Константин Сичихин, член общественной палаты Кировской области, руководитель рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. И, кроме того, член общественной палаты от Кировской области, который входит теперь в Совет Федеральный при Росавтодоре. Но об этом чуть попозже. Потому что даже вопрос на сайте есть по этому поводу. Константин, добрый день. Я, естественно, очень всегда читаю твой телеграм-канал. Называется он «Дневник общественника». И все, кто следит за деятельностью Константина Сичихина, может воспользоваться работающим телеграм-каналом. Пожалуйста, смотреть, о чем Константин пишет. Так вот, ты очень активно всегда следишь за работой Победилова. И на прошлой неделе просто одна за другой сыпались новости по поводу саратовских авиалиний. То они возобновляют продажу билетов на внутренние рейсы Российской Федерации, то отменяют, то опять возобновляют. Но последняя новость, которая была в пятницу, кажется, вечером. Росавиация до 27 мая рассмотрит заявку на снятие ограничений сертификата эксплуатанта. И тут несколько вопросов. у саратовских авиалиний, да? И тут несколько вопросов. Значит, один вопрос, он такой глобальный, касается просто саратовских авиалиний. Вот это что такое? Это вся реакция на трагедию, которая произошла, да, в Раменском, Московье. Вся реакция на крушение авиалайнера и 70 погибших людей. То есть, вот взяли, сняли сначала сертификат эксплуатанта. Потом, значит, отсюда усыплются комментарии людей, которые там работают в этих авиалиниях, да, и в Саратове вообще живут, и говорят о том, что там давно уже такая ситуация, что безопасности минимальное внимание уделяется по сравнению с тем, как это должно быть, что и с зарплатами это проблемы, и с подготовкой специалистов проблемы. И бац, тут вдруг все хорошо, и возвращают сертификат эксплуатанта, то они перерегистрироваться на ИВЛГу какую-то хотят. Ну, название уже поменено. То есть, что это вообще за история такая? О, вот это долгая история с саратовскими авиалиниями, даже если так внедряться подробно... Нет, нам не надо рассказывать, что там происходило, мы в эфире это подробно рассказывали, и все СМИ писали. Я тебя спрашиваю про реакцию, в общем, властей и той самой Росавиации, которая тут выдает, то снимает, реагирует на трагедию, проверяет, находит нарушение, потом бац, и выдает. Вынужденная почему это сделать? Или деньги принесли, или люди сказали нам летать не на чем. Почему это происходит вот так? Нет, если есть у авиакомпании нарушения, а у ней, как я понимаю, постоянно идут опоздания рейсов, идут постоянные нарушения, как пишут и в Росавиации, вот, то понятно, что у ней есть проблемы, да, и это сложилось не первым днем, и не сейчас, и не сегодня. И когда нам в Кировской области их навязали, это так проще сказать, да, чем даже не предложили, а можно сказать, навязали взамен успешной авиакомпании, когда успешно работает в других регионах. Навязали кто? Ну, мы сами знаем, кто нам навязал эти... Кто? Нам сразу же сказали из правительства области, что... Правительство области? Чтобы нашли адекватную замену? Да, чтобы нам нашли адекватную замену бывшей авиакомпании Победа, которая у нас летала, и тоже, наверное, всем она нравилась, да. И мы вот с вами постоянно этот вопрос поднимаем, поднимаем, а пока на сегодняшний день, кроме как этих саратовских авиалиний, которые уже и на Москву не летают, и тут вопрос стояло, полетят ли кировчане летом на Черное море, вопрос стоит... Он до сих пор и стоит, пусть даже и официально на сайте саратовской авиалинии информацию подносят, что полетит, но все-таки это основные направления, которые у нас... И что значит, они преподносят официально? Билеты то продают, то закрывают продажи? По крайней мере, как я понимаю, на сегодняшний день... Вот смотрите, мы с вами сейчас эту проблему разбираем, да, говорим об этой проблеме, но сам аэропорт Победилова, он молчит просто-напросто. Стоп, подожди, подожди про Победилова, подожди про Победилова. Первый вопрос все-таки был такой, что за ситуация, и я не понимаю там позицию федеральных властей, которые вот так реагируют на трагедию, которая произошла, вот так производят проверки, заявляют о массовых нарушениях и собираются вернуть сертификат эксплуатанта. Почему? Потому что, вот я на сегодняшний день понимаю, их вынудили вернуть эксплуатант, данный сертификат, так как саратовские авиалинии, они пусть даже к нам не относятся, но это козы или как Саратова просто-напросто, потому что сейчас в Саратове строят новый аэропорт, новый порт, можно так сказать, который в будущем хотят сделать международным, да. То есть, чтобы поддержать Саратов и людей, которые работают в этой компании. Да, чтобы поддержать Саратов и людей, которые работают в этой авиакомпании, для этого и вернули. Но при этом сами саратовские авиалинии в официальных источниках говорят о том, что они закупают новые борта. У них в мае новый борт пришел, в июле новый борт придет. И на данный момент, мне кажется, они все равно исправляют те ошибки, которые их довели до того состояния, которое на сегодняшний день мы видим. А дальше ты начал уже об этом говорить, что окей, там ситуация в Саратове, но есть еще ситуация, и вот мы сейчас продолжим этот разговор, с такими аэропортами, например, как Победилово, из которых просто не на чем летать больше ни на юг, ни на север, ни в Москву, вообще никуда. Потому что победы на всех не хватает. Так не то, что даже победы, у нас даже замены нет на сегодняшний день с Саратовским авиалинием. Вы посмотрите, летает сколько компаний, их летает всего три компании основные. У нас летают на Москву одна всего авиакомпания, эта же авиакомпания летает, можно сказать, на Питер. И у нас на сегодняшний день больше на Москву никто не летает, у нас нечем заменить. А также Саратовские авиалинии должны были начать полеты на южные побережья. В Анапу, в Симферополь, в Сочи. Но этот вопрос стал на той неделе ребром, когда им объявили, что у них отзывают сертификат эксплуатантов. В связи с этим практически все билеты, которые были проданы, а их уже 4 месяца продают с того момента, когда должны были полеты начаться. Это очень большой объем билетов был продан. Об этом, эту информацию, что интересно, в официальных источниках, что в области, что в аэропорту, никто же не говорил. Я просто, каким образом, для меня, например, стало интересно, я готовился опять лететь в командировку, и я искал билеты, как мне удобно вылететь. Куда? Мне надо из Кирова в Москву, из Москвы в Сочи. Или напрямую? Нет, напрямую, тоже напрямую искал, но пока у нас нет такого возможности из Кирова в Сочи сейчас вылететь. И получается, нам приходится либо пересадками, вот как я вам рассказал, либо через Казань попытаться. Я не скажу, что в Казани очень все удобно. Я посмотрел, там тоже не очень все удобно для меня было. И самый оптимальный вариант это только на Москву, и с Москвой там хоть куда, одним словом. И ты понимаешь, что ты на сегодняшний день в Кирове просто заточен. Вот тебя посадили в клетку, и ты просто не можешь выбраться из этой клетки ни влево, ни вправо. И ты находишься в такой обстановке, и при этом почему-то мы, не зарабатывая по московским меркам такие зарплаты, мы должны платить в два раза больше за то, чтобы выбраться. Ты уже сколько купил билеты из Москвы до Сочи? Ну, вот сейчас для меня самый оптимальный вариант, я выбрал это я еду поездом до Москвы, да, с поездом с Москвы лечу до Сочи. Там порядка билета обошелся в 3,5 тысячи рублей. Вот, ну, разные ценовые политики есть. Можно дешевле купить, можно и за 3. И все зависит от времени вылета. С Москвы до Сочи можно вылететь там хоть 10-15 рейсов в день. Это сколько угодно. И средняя цена 3 тысячи рублей? Ну, в среднем, не скажу 3, там в среднем где-то около 4 получается, да. Но в среднем, да, можно и за 3 купить, можно и за 4 купить, можно и за 5. И это на какие даты ты покупал билеты? Это я 20, 30 числа, 30 мая мне надо ехать и вот в данной ситуации вот как-то есть. И ты без проблем купил билеты, которые стоят 3,5 тысячи? Там не то, что без проблем, там проблем-то никаких нет, ты просто заходишь, ну, конечно, из Москвы, да, из Кирова, чтобы добраться до, на сегодняшний день, например, до Москвы, я должен в два раза больше заплатить. Ну, это правильно, я считаю, нет? На самолете? На самолете, да, мы поговорим про самолет, да, я должен в два раза больше заплатить, при том мои стыковочные рейсы, да, либо я должен там, ну, хочешь подороже, поменьше стыковочный рейс, но опять же, я опять должен переплачивать. Я постоянно должен переплачивать. Такое чувство, что у нас здесь заработки в Кирове намного больше, чем в Москве, либо там в Казани, либо еще где-то. Вот что получается, то есть из Москвы там 10-15 рейсов в день из разных аэропортов, стоимость средняя билета 3,5 тысячи, мы берем, например, за 2,8 тысячи. За 2,8 тысячи я купил билет, мне обратно просто надо еще в Крым попасть, вот, и обратно я полечу из Крыма. Из Крыма за 2,8 тысячи до Москвы я купил билет, да. Прекрасно, вот за короткий период времени, на конец мая, я купил такие билеты. И получается, что из Москвы, кстати говоря, за 3,5 тысячи и даже за 2,5 тысячи можно и до Барселоны долететь, и обратно. Ты куда хочешь из Москвы в любое время, вот за такие деньги. В итоге получается, если мы вспоминаем Кировскую область, мы из нашего Кирова, где у нас, конечно, и свое море, и свои горы, и свежий воздух и прочее, детей можем отправить только через Москву, например, куда-то там к морю, если мы говорим про самолеты. Или вот, если мы вспоминаем прошлые годы, покупать билеты туда же в Сочи, за сколько? В одну сторону бывало до 15-18 тысяч. Вот если мы берем Саратовские авиалинии, я смотрел прямой рейс на Симферополь, вот когда они должны начать были летать, это было с 7-го числа, вот на 7-е число, там рейс стоил порядка 13 тысяч. В одну сторону? В одну сторону, да. Но это до момента, когда они публиковали вот эту информацию. После опубликования информации о том, что у них отзывают, а сейчас вернули обратно, да, резко упал билет. Сейчас можно тысяч за 7 где-то купить из Кирова. Но, да, опять же, под вопросом, будут, не будут летать эти авиакомпании, и что дальше делать людям? Просто вот сейчас еще вопрос встал, а почему люди должны быть заложники в данной ситуации? Я понять не могу просто-напросто. Вот мы как-то вот эту ситуацию обходим в стороной. Почему люди должны быть заложниками вот этой ситуации? Давай мы это обсудим после короткого перерыва. Программа «Особое мнение» продолжается. Светлана Занькова у микрофона работает сегодня, а свое особое мнение высказывает Константин Сичихин. Он сидит сейчас напротив меня, и мы продолжаем обсуждение истории, на мой взгляд, достаточно важной, потому что летний сезон, вот он уже на носу, а у нас нет билетов на южные направления. И мы вспоминаем, сколько стоили вообще эти южные направления. И с Кирова нужно потратить 20 тысяч рублей, чтобы туда-обратно в Сочи слетать, а то и больше. Теперь уже понимаем, что и больше в летний период времени, да и тех рейсов сейчас нет. Но все-таки отметь, пожалуйста, я из того, что ты говоришь, два сделала таких пункта, вывода. С одной стороны, проблема, что все благополучные проекты по авиаперевозкам сконцентрированы в Москве, и в качестве обслуживания, и в дешевизме билетов, и в количестве рейсов. И это клево, конечно, то есть ты из региона должен метнуться в Москву, оставить там свои деньги, а потом из Москвы куда-то вылететь и обратно вернуться, и снова в регион. Оставить деньги в Москве, не дав заработать своему аэропорту. Это понимаете, это мы в такой проблеме находимся, это мы заложники такой проблемы. Например, если брать моих друзей, которые живут в Чебоксарах, да, у них почему-то такой проблемы нету. Они спокойно могут сесть из своего аэропорта, хоть международный рейс совершить, да, что в Москву долететь, и все это долететь по тем ценам, когда у нас летала Победа. Почему? Опять же, я не хочу тут делать большую рекламу. Чебоксары, рост пассажирпотока за прошлый год на 50%, да, на 50%, да. Хотя Чебоксары, вот все нам, как бы, есть такое мнение, что рядом Казань, и как бы Казань все перебивает. Так давайте не будем забывать, что у Чебоксар Казань-то еще ближе. И почему-то рост на 50%, и люди летают, значит, это либо выгодно, а им это правда выгодно, потому что из Чебоксар до Москвы можно долететь и за 2000 рублей, и за 99 рублей на сегодняшний день, да, как это было раньше у нас. 990. Да, 990. И все это по той причине, что там работают лоукостеры в данном аэропорту. Мы на сегодняшний день получаем то, что есть. Сколько кормит нас уже рассказами о том, что работают и идутся переговоры с непонятными компаниями? Какой год? С момента, как победа ушла больше года. Да, уже полтора года, наверное, как победа ушла. Да, последний раз. Мы стареем. Да, да, вспомнил, вспомнил. Последний раз я успел на последнем, в феврале слетать на победе. Это как раз чуть не последний рейс был победы. И с февраля, без конца февраля месяца победы не стало. Но даже тут вопрос-то не то, что в победе. У нас лоукостеров очень много. У нас, кроме победы, есть еще много авиакомпаний, на которых я уже не раз летал. И в данной ситуации, вот мое мнение, можно, вот у нас с лета начнет летать еще один лоукостер из Кирова. Но он тоже будет летать, нет, он не будет летать, он прилетает сюда, извиняюсь, неправильно выразился. Он прилетает чартерным рейсом сюда, на Киров. Это северный ветер, но вот, да, он прилетает с Симферополя чартерным рейсом. Ну, почему я откуда это знаю? Потому что смотрю на расписание победилов, смотрю, летит лоукостер. В расписании стоит. Ну, мне интересно стало, нигде в расписании нету, а в расписании победилов он стоит, как он прилетел. Я позвонил в аэропорт Победилово, решил уточниться, откуда появился рейс такой интересный с Симферополя напрямую в Киров, да? Это чартер оказался. Это чартер нанятой компанией, и он долетел до Кирова, видать, кого-то высадил, работников не работал, и дальше полетел на Москву. Вот почему-то чартер кто-то может себе заказать, а мы просто-напросто лоукостером, я еще раз говорю. Это чартер не просто какой-то крупной компании, это тоже лоукостер, компания, которая летает успешно из Москвы. У Победилова вообще большие проблемы. Постоянно есть новости, что долги по зарплатам, пожарная безопасность подкачала, меняют все время руководство Победилова, а возник просто ныне там, а катимся, кажется, вниз. Да, по Победилову очень все сложно и очень все плохо. Вот так лично выражался до эфира по поводу состояния Победилова. Потому что, смотрите, состояние это в том, что у нас падение минимум на 20% за 17-й год, это потока, да, пассажиропотока. Хотя пусть и говорили там неоднократно, плюс официальной информации про Победилова нету. Где нету? Ну, нигде практически. Я в Росавиация на сайт заходил, решил посмотреть статистику по Победилову, там прочерки стоят, просто-напросто прочерки стоят. В 50 крупных аэропортов он отсутствует на сегодняшний день, да? Это российских аэропортов? Российских, конечно, аэропортов. Именно российских аэропортов. И говорит о том, что мы идем успешно? Нет, мы не идем успешно. Мы катимся, кубарим вниз просто-напросто на сегодняшний день с Победилова. И все больше и больше... А самое главное, нет никакой информации, нормально вменяемой от правительства, что они собираются с ним делать. Мы будем развивать, мы ведем переговоры с кем, когда, чего, какие задачи поставим. Если нет информации, я думаю, что и не будет этой информации, потому что... Нам даже не говорят, что какие-то переговоры-то ведут, хоть понятия, с кем переговоры идут, где... Губернатор все время говорит, что ведется работа. И господин Боршнев, министр транспорта, говорит. Значит, скоро увидим... Она ведется уже сколько времени. Значит, скоро мы с вами увидим какие-то результаты. Пока мы видим результаты, те, о которых ты говоришь. Пока, да. Нет никакой информации. Пока те результаты, что нет никакой информации. И даже ту информацию про саратовские авиалинии, если вы зайдете сейчас на сайт аэропорта Победилова, даже хоть бы эту информацию разместили, что были проблемы у данной авиакомпании. Где эти проблемы и куда человеку позвонить. Потому что он купил свой билет-то не в Саратове. Он купил его билет в Кирове. И как минимум, Победилова должно на сегодняшний день было рассказать человеку, что ему делать дальше, если вдруг ему не вернутся. Давай мы должны закругляться с этой темой. Вердикт, пожалуйста. Вердикт, все плохо. Проще сказать, все плохо. Мы живем в клетке на сегодняшний день, из которой мы просто-напросто не вылететь не можем. РЖД цены поднимает, если кто ездит часто на поезде. И только остаются варианты, если только верить и ждать. Больше вариантов нет на сегодняшний день. А ты еще веришь? Я еще верю, я буду верить долго. Я буду верить в правительство, что все-таки появятся у нас новые авиакомпании, которые помогут, спасут эту ситуацию и освободят нас из этой клетки, в которой мы находимся, когда мы просто... Это же, понимаете, это же даже бизнесу не дает работать. Просто не дает работать бизнесу на сегодняшний день. Потому что многие мои знакомые стараются ездить уже на машинах до нас. Мы продолжим еще про инвестиционную привлекательность, если, конечно, успеем, потому что нам нужно обсудить еще и вопросы, которые есть на сайте Ахакирова.ру и которые обращены к тебе или комментируют темы, по которым ты высказывалась. Я бы сейчас хотела перейти к так называемой мусорной теме. Так, и, собственно говоря, оттолкнемся от высказывания господина Воробьева, которое есть на нашем сайте. Сейчас я его найду. Так, Андрей Воробьев на нашем сайте, в нашей программе, здесь же в эфире, говорил о том, что... Рассказал о том, что вот в связи с тем, что Куприт выиграл конкурс на оригинального оператора по мусору, теперь все деньги, которые платят потребители, то есть мы с вами, все я нашла, читаю. Итак, во-первых, Андрей Воробьев, эксперт общественной палаты, считает, что на мусоре зарабатывают несколько бизнесменов. Есть такая мылость на сайте ихокиров.ру, и он там говорит о том, что вот Куприту, который принадлежит на 65% муниципалитету, все-таки на оставшиеся 35% принадлежит частному бизнесу, и этот частный бизнес заработает на нем. Вот такой вывод делают из высказываний экспертного Воробьева, собственно говоря, смешники берут и размещают это. Вот тебя волнует этот вопрос конкретно, сколько бизнесменов и сколько заработают на этом контракте. Знаете, как бы меня меньше это всего волнует, кто что там заработает таким образом. Меня больше волнует, что я буду платить и сколько я буду платить с 1 января 2019 года. Какой он будет тариф? Но этот тариф не устанавливают эти бизнесмены, кем бы они ни были. Они не устанавливают эти бизнесмены, кем они ни были, но капитализация данного предприятия будет зависеть, Куприта именно, да, от того тарифа, который одобрит РСТ региональное, служба по тарифам, к 1 января 2019 года, да. И от этого тарифа капитализация предприятия будет увеличиваться, и эти бизнесмены, про которые говорит Андрей Воробьев, они просто-напросто будут обогащаться, проще сказать, на данном тарифе. Вот я пока такие выводы делаю, только по той причине, что у нас не стопроцентная доля этого предприятия, это предприятие, ну, как бы государство, муниципальное. Вот, а дальше, значит, есть комментарий под этой новостью у нас на сайте. Алексей пишет, дело не в том, сколько и каких бизнесменов зарабатывает, а в том, когда и какую инфраструктуру по мусору мы получим. Считаю, что подстраховка с муниципальным участием в этой схеме бессмысленна, так как денег муниципалитету всегда не хватает, и есть угроза, что вместо инвестиций в сортировку и переработку, муниципалитету придется все время залезать в мусорный карман, чтобы затыкать текущие расходы. А вот какой мусорный карман, и как это он считает, понимаете? Мы как раз недавно на рабочей группе по тарифам при общественной палате как раз обсуждали вот этот тариф по мусору, который будет, на который нам никто конкретно ответить не может, из чего он будет состоять. Все говорят про какую-то инвестиционную программу. А о какой инвестиционной программе говорить? А кстати, а можно ли говорить об инвестиционной программе, когда фактически госпредприятия все-таки там государственное участие больше 2 трети государственного участия? Если там государственное участие, мы можем говорить об инвестиционной программе? Вспоминай РЖД. Нет, мы даже не то, что сами не можем говорить про инвестиционную программу. Мы в данной ситуации совсем должны... Ну, а про какую инвестиционную программу, о которой мы будем мечтать в будущем? Нам сейчас говорят как? Вы сейчас заплатите. Вы сейчас заплатите, а мы вам в течение трех-четырех лет построим рай. Просто-напросто. Вопрос вот в чем заключается. Послушай, вопрос. Меня просто интересует. В этом аспекте никогда никто у нас экспертов почему-то не высказывается. А мне интересно, ты тоже бизнесмен, ты общественник, ты политический деятель. Вот скажи мне, ты знаешь успешные инвестиционные проекты, которые декларируют и осуществляют государство? Платон. Ну и деньги где? Платон, деньги в дорогах. Деньги в дорогах на сегодняшний день. В федеральных, где ездит автотранспорт. Это один из успешных проектов на сегодняшний день. И я не раз буду упусть, кто бы что ни говорил, что это плохой проект, не знаю, там грабительный. Кто заработал на платоне конкретно по фамилиям бизнесменов назовешь? По фамилиям я могу назвать. По фамилиям я могу назвать. Но одна из предприятий государственных это Ростех на сегодняшний день, которая имеет часть в данной компании. А Ростех это государственное предприятие. А деньги в том случае? Это программа, связанная с государственным частным партнерством. Вот, да, объясни, почему та программа ГЧП тебя удовлетворяет, да, Платоновская, а здесь почему-то не удовлетворяет участие Куприта в этой работе. И там инвестор вкладывает деньги. А здесь еще ничего не началось. А здесь нам сейчас с вами как говорят? А инвестора даже не спросили. Так вот. Ни город не спросили, ни САХ не спросили, который там упоминается. Погодите, погодите, погодите. У нас ситуация как идет. У нас есть инвестиционная программа, есть инвестор. На сегодняшний день инвестора нет. Кто инвестор? Вот кто инвестор в нашем мусоре? У нас есть только полигон Осинцы и инвестор, который его построил, да. Но он его построил до принятия данной программы, правильно? Тогда объясни мне, пожалуйста, вот сейчас муниципалитет, получается, будет исполнять эту программу с небольшим участием частного бизнеса. С каким участием частного бизнеса? Где он частный бизнес? Одна треть. Вот фамилии, которые были названы Вараневым. Он, собственно, он не инвестор. Он уже имеет долю данного предприятия. Это уже, он не инвестор. Какой он инвестор? Они ранее купили эту долю, и у них не 25, а 35 процентов. Я и говорю, что треть. Вот, треть, да. И они не инвесторы. Они не вкладывают на сегодняшние деньги. Они ранее приобрели долю в этой компании. Сейчас посидят просто с этой долей и ждут, когда одобрят тариф. И когда начнет работать. Условия работы регионального оператора, ты же знаешь? Конечно. Они должны инвестировать, обеспечить строительство инфраструктуры и прочее. Не они должны, не вот эти инвесторы, которые 35 процентов, да, они не будут ничего вкладывать. Причем тут это, мы говорим сейчас о куприте, как операторе. Мы начали с вами разговаривать о том, что есть люди, которые будут обогащаться. Мы с этой статьи начали, правильно? Которую опубликовал Андрей Воробьев. Вот. И в данной ситуации, я с ним с какой-то точки зрения согласен, да. Потому что есть доля людей, которые в свое время купили долю в компании за энную сумму, да. И ничего сейчас вкладывать пока не собираются. И мы от них не слышим. А собираются ли они вкладывать в эту данную компанию? Значит, мы не можем заявлять, что они ничего не собираются вкладывать. Нет, то если они... Так мы и не слышим. Но при этом мы... А мы спрашивали, когда высказываете? Погодите, а при этом нам говорят, что будет тариф, в который будет заложена инвестиционная программа. Инвестиционная программа будет рассчитана на 10 лет. В рамках инвестиционной программы построят 15 мусоросортировочных станций, полигоны, спецтехнику и места для складирования и вывоза мусора. Проблема в другом заключается, которая... Нет. Еще, даже секунду, я тебе хочу спросить. Мы еще продолжим об этом говорить. Все-таки, вот когда мы заявляем, что будут люди обогащаться, и они не будут вкладываться, без того, что ни ты, ни Андрей Воробьев, ни я, никто не спросил у этих людей, которые там называются фамилии, А ваши действия какие? Как вы смотрите на эту программу? Что вы будете инвестировать? Будете ли вы? Считаете ли вы это правильно? Но мы сразу заявляем, что люди обогатятся. Я с удовольствием готов с этими людьми здесь в эфире с вами обсудить этот момент, да? И пусть они нам расскажут, как они будут вести себя с 1 января 2019 года. Вот два вот тех человека, которые Андрей Воробьев указал, приглашайте их в эфир, и мы с вами сядем здесь и обсудим. Пусть они расскажут, как они, может, мы не правы в данной ситуации, да, как общественность. Но я задавал вопрос муниципалитету. Вот, муниципалитет. Я задавал вопрос, это тоже муниципалитету, на этой рабочей группе, да? Илья Вячеславович сказал, я проконтролирую, что... Да, Илья Вячеславович Шургин, сети-менажер, сказал, что он не позволит обогащаться этим людям. Это вкратце так было сказано. А зачем им тогда это, объяснить частному бизнесу, участвовать вообще в истории, которая не позволяет зарабатывать денег? Мне самому интересно, пусть продадут долю, отдадут муниципалитету. Какое-то противоречие, понимаешь? С одной стороны, мы говорим, давайте ГЧП, давайте, значит, работать и зарабатывать, а с другой стороны, не, не смейте зарабатывать. Нельзя. Погодите. Объясните мне, как это работает через 2 минуты после короткой рекламы. Не надо защищать. Я не защищаю, я хочу разобраться. Я чувствую защиту. Я хочу, нет, я хочу разобраться в том, как все устроено. Потому что для меня это все все равно непонятно. Потому что есть общественники, которые возмущаются, которые говорят, обогащаются, обогащаются. Есть муниципалитет, который говорит, все будет хорошо, никто не обогатится, появится инфраструктура, 15 перерабатывающих заводов мы сейчас о мусорной реформе говорим. Значит, все у нас будет классно. Как это будет, ничего не понятно. Бизнесменов вообще никто не спросил. Но все мимо них обсуждают, как это может быть, где это может быть. И делают какие-то вот такие заявления. Мы каких бизнесменов-то должны были спросить-то? Ну вот тех, которые обвиняете в том, что они обогатятся за счет этой мусорной схемы. Кого мы обвинили? Кто? Кого Андрей Воробьев обвиняет? Когда Андрей Воробьев говорит, обогатятся 2 человека за счет этого. Он предположил. Ну что значит предположил? Ну он же посмотрел, что... Его предположения потом, значит, распиаривают все СМИ. И при этом ни ты, ни Андрей Воробьев, ни город, ни сами бизнесмены, никто не рассказывает, как будет работать или как должно работать. Какие есть изъяны, какие... Нет, я еще раз говорю, что на сегодняшний день я могу сказать, как это будет на сегодняшний момент, да. Будет тариф. В рамках тарифа они будут строить. Будут строить то, что должно быть. Но погодите, тариф это не инвестиции частного бизнеса. Тариф это инвестиции горожан на сегодняшний день. Горожан или жители Кировской области, да. И так извините, вот эти... Если частный бизнес, когда инвестируют, он ожидает что? Частный бизнес. Что он будет получать, что? Правильно. Нет, погодите. Вот мы опять с вами. Вы начинаете из влево вправо, из права влево. Есть ГЧП, государственное частное партнерство. Это отдельный вид, правильно? А это что у Куприд? А есть Куприд, предприятие на сегодняшний день. А это не ГЧП? Нет, это не ГЧП. Там не государственное и частное партнерство. Где там государственное и частное партнерство? Если там 65% муниципалитета, это не государственное партнерство? Это муниципалитет. Но это не государственное? У нас тариф это государственное и частное партнерство? Нет. В которое заложат инвестиционную программу? Нет, мы разговариваем про Куприд, как регионального оператора, да. У которого есть две доли. 30%... Ты мне скажи, Куприд это ГЧП? Нет. А что это? Это предприятие. Где есть государственное и частное участие? У нас на сегодняшний день есть частное участие, частное участие. Но это не говорит о том, что у них подписано между муниципалитетом и частным участием какое-то соглашение о инвестиционной программе, которая в дальнейшем у них будет. Об этом есть речь? Нет. Мы о чем с вами сейчас разговариваем? О том, что у нас есть просто собственники части доли, которые купили еще в свое время, когда Куприт не был региональным оператором эту долю, просто выкупили у другого частного лица, который эту долю продавал на рынке. Правильно? Правильно. Но они не инвесторы, они просто собственники на данный момент части бизнеса. Если эти собственники на сегодняшний день подпишут соглашение с муниципалитетом о инвестициях в данную компанию в рамках государства частного партнерства, вот это мы можем на сегодняшний день судить, что это инвестиции, это ГЧП. Сейчас мы об этом не можем разговаривать. Мы сейчас с вами разговариваем о чем? О том, что есть тариф, будет тариф, будет не есть, будет тариф, который будет защищать Куприт до конца, грубо там. Что значит защищать? Сейчас же пойдет, они же до 1 июля должны подать документы на тариф, потом они этот тариф должны обосновать РСТ, да? И после РСТ должна принять этот тариф, да? И в рамках этого тарифа, как говорят же опять же, да, что должна быть что? Инвестиционная программа заложена, в которой должно быть построено 15 мусоро-сортировочных станций, полигоны, закуплена спецтехника. Это ситуация какая? Это ГЧП? Нет. Это тариф. Это просто в тарифе закладывается инвестиционная программа. Ни о каком инвесторе пока речи нету, что придет инвестор со стороны и вложит деньги в этот бизнес. Куприт будет строить это, он только деньги собирает? Он будет деньги собирать и на эти деньги строить. А строй? Ну, так вот. Так он собирает деньги-то с кого? У инвестора? Нет. А при чем тут инвестор? Есть федеральная программа, которая предполагает эту схему. Каждый федеральная программа. Как это какая? Мусорная репутация. Это закон, федеральный закон. Это не федеральная программа. По федеральному закону мы платим деньги, вот такие деньги мы платим. Платим за что? За то, что у нас такая инфраструктура на сегодняшний день? Так я так понимаю, что программу-то как раз и включает для того, этот закон для того и приняли, программу для того и включает, чтобы мы платили бы деньги, и эти деньги вкладывались бы в инфраструктуру. Разве не в этом смысл федерального закона? На чей баланс будет ставиться эта инфраструктура? Это уже третий вопрос пошел. Баланс на чей? Куплита? Это вообще первый только вопрос получается. На чей баланс? Вот этот вопрос я задавал на рабочей группе. На чей баланс будет ставиться данная инфраструктура? Эти мусоросортировочные станции, эти полигоны, техника? Мне сказали, все вероятнее, на Куплит. Извините, тем самым капитализация Куплита, вот из чего это все вытекает-то, и капитализация Куплита начнет увеличиваться, правильно? И еще раз напоминаю, что в Куплите две трети это муниципальная собственность, одна треть это частка. Да, и по сути получается за счет тарифа будет увеличиться капитализация вот одной трети. Вот мы про что с вами говорили. И двух третей тоже. И двух третей тоже, но одна треть-то, если две трети это муниципалитет, который может впоследствии продать эту долю в зависимости от капитализации, то частный инвестор, частное лицо, оно тоже может продать одну третью в зависимости от капитализации, не вложив в эту ситуацию ни копейки просто-напросто. И капитализация увеличилась за счет тарифа, за счет жителей Кировского гостя. Мы чего хотим? Мы хотим, чтобы только государственные предприятия, собирающие с этого тарифа, только государственные предприятия строили переработку, и только госпредприятия устроили инфраструктуру. Погодите, мы хотим, первое, что мы хотим, мы хотим понять. Кто будет управлять этими госпредприятиями, если вы хотите госпредприятия? Давайте по-другому маленький вопрос поставим. Чего мы хотим? Чего хотят общественники на сегодняшний день? Чего я хочу как житель Кирова, как житель Кировской области? Я хочу понять, за что я буду платить и кому я буду платить. Это раз. И сколько я буду платить прежде всего. И я не хочу платить за ту инфраструктуру, которая будет лет через 5, через 6, через 7. Я хочу платить за ту инфраструктуру, которая есть сейчас и на сегодняшний день. И если найдется частный инвестор, который захочет построить 15 мусоросортировочных станций. Он не найдется, его нет. А вдруг найдется? Нам тоже Шульгин говорил, что нет. Может быть, вот... И не нашлось до сих пор, а сейчас вдруг найдется. А тогда, о чем мы с вами разговариваем? О каких инвесторах, о каком ГЧП, если вы сами сейчас противоречите себе? Он не найдется, этот. Вы говорите, я буду платить только тогда, когда в Киров придет, значит, богатенький Буратино. Построит мне сразу 15 мусороперерабатывающих заводов. Вот тогда я ему заплачу. Хоть бы один построил. Вот только... Давайте хоть бы один построил. Я говорю, что я должен платить за обоснованный тариф. Я говорю, что я должен платить за... Это не шульгинует вопрос. А я не говорю... Нет, мы же с вами сейчас не... Ты как человек, который тут живет, ты говоришь, нет, дорогие товарищи. Мы не Еле Вячеславович сейчас задаем этот вопрос. Я вам не буду платить сейчас по новому тарифу, потому что я не вижу, что вы мне построили завод. Вот постройте, тогда заплачу. А ГЧП, кстати, говорит, мы поднимаем тариф для того, чтобы строить. Тогда вопрос, на чей баланс это все будет вставать? Вот то, что вы построите. А какая разница на чей баланс? Да какая разница? Если она будет работать, эта инфраструктура. Ну, платите. Ты много видел государственных предприятий, которые эффективно работают? Нет. Ну, так чего тогда? А я-то думаете, эффективно будет работать? Если даже мы с вами начнем платить по 150, по 100 рублей. Нет, я не поняла. Если государственные предприятия неэффективно работают, а частному мы не дадим зарабатывать, кто будет работать, скажи. Ну, вот мы опять с вами говорим, там, частное-эффективное предприятие, которое работает, Платон. Да, где, значит, владельцы Платона, господин Аркадий Игорь Ротенберг, сын известного миллиардера Аркадия Ротенберга, он обогащается. И еще один товарищ Андрей Шипелов, он обогащается. Ну, и Ростех. Ну, так и что? Ростех, это государственное предприятие. Ростехия Ротенбергом надо распять за то, что они тоже обогащаются. Почему они обогащаются? Ну, они получают деньги. Они инвестировали деньги в эту систему и до сих пор инвестируют эти деньги. Я не говорю, что они на сегодняшний день обогащаются, потому что инвестброграмма по системе Платон, она еще не закончилась. И она инвестируется сейчас не за счет средства федерального бюджета, а за счет частных инвестиций. В рамках соглашения, которое прописано. Конечно, сначала получили деньги, с чего? Да почему они сначала вложили, а потом стали получать, когда подписали соглашение с правительством Российской Федерации. Ну давай, если мы сейчас с тобой вообще копнем, с чего Ротенберг построил свой... Нет, ну мы сейчас маме можем копнуть еще дальше. Тогда мы никогда не узнаем, что ты будешь делать в общественном совете Росавтодора. А у нас на это остается буквально одна минута. И, кстати, говоря, вопрос на сайте... А все-таки на троих-то мы позовем одну треть. Обязательно. Вот это точно мы договорились, что мы сюда пригласим город. Как мы пригласим господина Шихова, о котором уже упоминалось, и тебя, чтобы наконец-то все разъяснили первое. Я с удовольствием. Как наиболее эффективно должна быть устроена схема, чтобы мы платили и понимали, что эти деньги действительно прямо сейчас идут на развитие инфраструктуры. Я бы еще позвал регионального оператора. Именно... Кого конкретно? Директора регионального оператора. Куприта? Куприта. Как человек, который, ну, как руководящий лицо... А кто там конкретно, если у Куприта... Ну, хорошо. Кто там конкретно вот эти специалисты... Сейчас, на сегодняшний день, Ирина Владимировна. Окей. Позовем всех, кого нам назовут, что они должны участвовать. Здесь соберемся и разберемся. Что сделать такого, чтобы мы с тобой, когда платили эти деньги по квитанции, не испытывали бы жуткие терзания, поскольку не понимали бы, куда эти деньги, собственно, идут. Вот только в этом вопрос. Никто же не отказывается платить. Все же платят за капремонт, правильно? И ждут в 2043 году, когда построят что-либо. Итак, вы вошли в совет Росавтодор, говорит гость. Какой смысл? Понятно, если это продвижение по карьерной лестнице. Но реально влияние ни на качество дорог, ни на объем строительства никто оказать не может, пока система в стране настроена на распаскивание и классификацию данных. Так что же это? Карьерный рост? Вопрос... Карьерный рост... Нет, конечно, никакой это не карьерный рост, только по той причине, что я не работаю на систему Росавтодора, я никакого отношения к ней не имею, совсем в госслужбе никакого отношения не имею, о какой-то карьерной росте может идти речь. Просто на сегодняшний день охота доносить ту информацию, которая происходит в области, не до местного СМИ, а именно до оператора, который распределяет федеральные деньги. Это Росавтодор, да, и показывает ту общественную нагрузку, либо общественную активность, которая у нас проходит в области. Потому что о ней мы только слышим у нас здесь, ее на федеральном уровне практически не слышно. Ты говоришь про рабочую группу по контролю? Да, по контролю, да, при общественной палате. И о том, что мы делаем уже с 2016 года, вот эту информацию, наработанную нами информацию, потому что мы, по моему счету, впереди планеты всей, особенно в России на сегодняшний день, по поводу общественного контроля в сфере дорожного строительства, то, что мы делаем, и то, что мы сделали уже, и то, что мы наработали все голосования. Когда мы в 2016 году проводили голосование по дорогам, об этом только-только еще в 2017 стали говорить, что надо проводить голосование, да. А в Кирове уже это делали, да. Что ты думаешь, просто времени нет, что ты думаешь, вот существенно ты можешь поменять в своей работе в общественном совете при Росавтодоре? Во-первых, я более точно буду понимать всю ситуацию, которая происходит, какое финансирование выделяется, и куда это выделяется финансирование, сколько выделяется местным, ну, по региону, хоть понимать это все, понимаете. Из первых рук. Да, это когда первую информацию сразу же получаешь. Плюс мы постараемся донести информацию до Росавтодора, та, которая есть, те положительные опыты, которые у нас есть, потому что о нас не слышно, о нас не видно. То есть не через правительство, не через общественную палату, а напрямую от общественников. Да, потому что о нас не слышно, как мы. Мы выполняем БКД не хуже некоторых регионов, да. Но почему-то про них говорят на федеральном уровне, а про нас молчат. Потому что, ну, на различных небольших совещаниях, селекторах Кировской области практически всегда молчат. Ты думаешь, больше будет тогда считаться с группой по контролю за ремонтом дорог в Кировской области? Так уже как бы чувствуется. Уже чувствуется? Да, уже и федеральные ФГУ при Каме более плотно с нами стали взаимодействовать. Хотя раньше мы не могли на них никаким образом влиять, только по той причине, что это федералы. А рабочая группа, она нацелена была на муниципалитет города Кирова, на, можно сказать, на агломерацию. Когда будет первое заседание? Пока по заседанию тишина, но вот как раз в Сочи собираюсь 30 мая на форум, там собираются члены общественного совета от Росавтодора. Все, договорились, после 30 мая, как только прилетишь с форума, мы сделаем дневной разбород и расскажем о том, как в России вообще стоят дела с этим вещами. Хорошо, спасибо. Благодарим за особое мнение Константина Сичихина. Программа завершена. Я Светлана Занько, всем до свидания.